Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции уроков следующая Сфинктеры мочевого пузыря Данная точка В39В-ЯН контролирует сфинктеры мочевого пузыря Пожалуйста, анатомия вам в помощь, уважаемый зритель Мы всегда традиционно говорим, загляните, посмотрите, что же такое Либо что такое сфинктеры мочевого пузыря Где они располагаются, какие его функции Это сфинктеры, что удерживают мочу внутри мочевого пузыря Ну понятно, что если эта функция нарушается То начинает человека преследовать различные нарушения Связанные с мочеиспусканием Сначала это незначительная проблема Но потом человек ее с помощью таблеток залечивает И потом уже это становится проблема хронического характера Поэтому диагностика 12 миллионов нам в помощь Почему вопрос? Потому что все 12 миллионов контролируют мочеполовую систему И их нужно привести в порядок и содержать их в порядке Теперь не забывайте, пожалуйста, что меридиан мочевого пузыря И орган мочевого пузыря Орган, здесь ключевое слово Орган Расположен на инской территории А он янский А мы знаем, что янская энергетика Истекает, истощается Вследствие чего, что в преклонном возрасте Уже мочевой пузырь начинает быть проблематичным для любого человека А человек хочет, чтобы не настолько он раздражал при мочеиспускании Либо учащенное мочеиспускание Это чаще всего люди приходят с такой проблемой в преклонном возрасте И потому нужно восстановить и янскую энергию И мы ее восстановим через точку В39 В янь, которая буквально приводится как хранилище янь Данную точку нужно тонизировать, активизировать Те люди, которые боятся тонизировать и активизировать данную точку Мы всегда традиционно говорим Правую точку в янь мы тонизируем Левую седатируем На следующее утро вы должны сделать наоборот Но диагностика 12 меридианов является ключевым аспектом Для того, чтобы увидеть, в каком же состоянии общий энергетический баланс Если вы общий энергетический баланс укрепите Укрепиться и мочевой пузырь Спасибо за внимание